К другим новостям. Если вокруг вас двигаются роботы, работают 3D-принтеры, сканеры, приборы лазерной резки и всем этим заправляют молодые интеллектуалы, то вы попали на машинстроительный факультет ЧГУ. Там сегодня открыли Центр молодежного инновационного творчества. Знакомьтесь, это Биалоид. Танцевать робота научили его создатели, студенты третьего курса машиностроительного факультета. Конечно, модель это демонстрационная, но именно на таких учатся конструированию и программированию те, кто в дальнейшем будет создавать сложные промышленные механизмы. Но на так называемом производственном полигоне можно начерченные детали распечатывать в прямом смысле слова. Здесь студенты учатся работать с 3D-принтером и сканером. Лаборатория 3D-моделирования занимает совсем небольшую аудиторию, но на масштабы проектов это не влияет. Здесь создают модель настоящего корабля. Мы занимаемся проектом по реставрации первого линейного корабля, который был создан Петром I в эпоху, когда страна у нас подымалась. Кстати, корабль не останется в виртуальной реальности. По данному проекту изготовят настоящую модель судна. Ее как памятник установят в Санкт-Петербурге. Производственный полигон, лаборатория робототехники и 3D-моделирование. Это все площадки Центра молодежного инновационного творчества. На его создание выделялись средства из республиканской и федеральной казны. Ведь если семена идей посадить в плодородную почву технических возможностей, должны вырасти хорошие специалисты, уверены эксперты. Мы верили в молодежь, мы верим в молодежь и надеемся на вас, что на самом деле и машиностроительная отрасль, и строительная отрасль, и другие отрасли будут получать новые идеи, новые продукты для того, чтобы товар или услуги, которые будут производиться на потребительском рынке, были востребованы. Кстати, ждут в Центре не только студентов. Для младших школьников в Центре запустили курс совместных занятий родителей с детьми. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.